Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и сегодня у нас была задача прожить день без денег. Как это можно? Иногда мы задаемся вопросом, но это реально возможно. Но должна подчеркнуть, что если бы не наши родственники, не наши какие-то, может быть, друзья, знакомые, то это было бы практически невозможно. Ну, так как я живу в сельской местности, и я передвигаюсь, в принципе, вместе с дочкой на своих двоих, так сказать, для меня бывают дни, когда я не затрачиваю, грубо говоря, ни копейки, потому что поход мой ничего не стоит, и при этом, при всем, как сказать, я не кушаю в общественных местах и дочку свою не кормлю. Бывают такие нюансы, когда нужно мне выйти, но я не буду есть, а дочке я возьму с собой, потому что я знаю, что это за еда, и я общественным местам вообще никаким не доверяю. Ну, это вот так и вот так мы живем. Бывает трудно, но вот такая вот ситуация. Что еще? Насчет покупить вам что-то вкусняшек. С ребенком это периодически тяжело сделать, но у нас бывают дни, и, кстати, я это делала по определенным своим причинам, я не покупала дочке то, что она хотела в тот или иной момент, и у нас были, скажем так, дни до этого без денег. Могу сказать, что это, в принципе, практиковалось мной, и это, в принципе, нормальное занятие. Но для того, чтобы его немножко усложить и понять, что за люди меня окружают, я сказала это маме, сказала брату, сказала тете. Они все мне пришли на помощь, естественно, они без каких-либо вопросов мне, ну, как бы, заплатили за что-то, пришли купили, ну, специально, чтобы усложнить задание. То есть особых сложностей у меня с этим не возникло. И я уверена, что это очередная проверка на наш окружение, на то, сможем ли мы выжить в тот или иной момент, не дай бог, что случившись с нами. Всего доброго, всем пока-пока. С вами была Юлия Жукова.